Ноги сами ведут путь. До этого грузовика многим стоил непростой жизни. Это одна из немногих возможностей хоть как-то заглушить кричащий от голода желудок. Вместо стола невысокие сугробы. Все на бегу, надо успеть за добавкой, пока другие не съели. Руки не слушаются и коченеют от холода. Мороз можно пережить, когда в следующий раз удастся поесть непонятно. Один из районов Тольятти на часах полдень. Каждую среду и пятницу в этот двор приезжает автомобиль с горячими обедами. Мобильные пункты еды бездомным людям. Сюда идут те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Кто-то по своей вине, но чаще истории начинаются с фразы «так получилось». Дальше без обсуждений. У меня сейчас ничего нет. Ни дома, ничего. А где вы живете? На улице. Где придется. А они платят зарплату, а платят только продуктами. У меня уже долг за квартиру 70 тысяч. Вот так я уже на том сете рассчитаюсь. Я работал раньше директором фирмы. Очень богатый человек был. У меня сгорело. Деньги много. Коттеж трехэтажный сгорел. Квартира сгорела. Все у меня сгорело. Я все 71 год сейчас не работаю. Ничего не могу сейчас. Еще задолго до приезда грузовика выстраивается очередь. Здесь действует закон «Женщины вперед». Никто не толкается. Соблюдают правила. В одни руки одна порция горячего. Чай и булочка. Можно попросить добавки. Волонтеры организуют раздачу. Из машины за процессом руководит молодой парень. Студент Александр Белянин проводит свое свободное время не так, как сверстники. Вместо того, чтобы играть в компьютер и лежать на диване, он помогает бездомным. Некоторые друзья крутят пальцем у виска. Ему все равно на чужое мнение. Если не он, то кто? Люди попали по своей. Либо не по своей, либо по своей глупости. Не замечено в толпе волонтеров остается наш герой. Он успевает все и сразу. Тайм-менеджмент налажен в столице. Интервью с Александром Архиповым удается записать только в перерыве между мобильными пунктами. Через час грузовик с горячими обедами будет в другом районе города. В перерыве он успевает заняться другими социальными проектами. Судьба этого молодого человека напоминает сериал. Коренной москвич решил в один момент все изменить. Уволился с высокооплачиваемой работы и уехал в Тольятти. Город давно приглянулся. В бурной столичной жизни Александр Архипов себя самого едва не потерял. Опомнился и решил действовать по зову сердца. Хотел быть нужным людям. Первое, что я сделал с друзьями в Тольятти, мы поставили лавочки на набережной. В Комсомольском районе там очень высоко и очень красиво. То есть туда сейчас молодожены приходят, люди отдыхают такие, с навесом хорошие лавочки. Потом с другими друзьями в Тольятти мы сделали спортивные площадки в двух районах. Но это только начало. Александр Архипов пошел дальше по пути социальных проектов. Поначалу в этом деле абсолютно не разбирался. Все приходило с опытом. Так появился его проект «Человек у человек». Он направлен на ресоциализацию бездомных людей через оказание гуманитарной помощи. Первый – это мобильные пункты. Это раздача горячего питания и консультация, такая экстренная поддержка на месте. Есть второй проект. По сути, он встроен в «Человек у человека», но с другой стороны он отдельный. Это банк вещей. То есть это центр, где мы принимаем вещи от жителей города. Не только нашего нам присылают из Москвы, из Питера. И мы иногда отправляем в разные города. Уфа, Жигулевск, Ульяновск к нам приезжают за вещами. Мы отправляем. Он собрал вокруг себя команду добровольцев. Это более ста человек разных профессий и возрастов. Архипов начал вести работу с жителями Автограда. Все неравнодушные подключились к одному большому делу. Люди приносят ненужную одежду, предметы, первые необходимости, продукты. Параллельно выстраивается работа с правительством Самарской области, профильными министерствами, социально ориентированными некоммерческими организациями по созданию системы помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также социально ориентированным бизнесом. Так Александр Архипов завел дружбу с управляющим одной из сетей доставок питания. Команда молодых тольятинских ребят тоже решила поучаствовать в помощи бездомным. Они придумали в меню специальную позицию, вся выручка, от которой отправлялась на конкретные дела. Для нас это ничего не стоило. И нам это интересно прежде всего, что мы должны делать добрые дела. Если здесь нет, так скажем, ничто не мешает это сделать, почему бы это не сделать? Молодые предприниматели накормили более 200 бездомных. Пример оказался заразительным в положительном смысле с миру по нитке. Таким же образом Архипов нашел в городе кафе, которые согласились кормить людей за бесплатно. Еда хорошая, это не какие-то остатки. Это специально готовят несколько столовых. Вообще, когда мы планировали проект, я думал, что какие-то столовые будут отдавать остатки. Когда я начал уже работать со столовыми, я понял, что если у столовой есть остатки, значит столовая плохо работает. То есть там все рассчитывается так, чтобы у тебя ничего не оставалось. В эту точку общепита волонтеры приезжают два раза в неделю. На плите уже готов суп. Разницы между блюдами для основного меню и для благотворительных целей не делают. Здесь также есть мясо и продукты такие же свежие. Готовят одни и те же повара и за качество отвечают – сделано с любовью. Наши директоры так считают, что нужно помогать бедным. За 2015 год добровольцы проекта раздали на улицах Тольятти около 7 тысяч порций горячего питания. Благодаря помощи жителей города раздали около 270 блинов и 380 пирожков и кексов. Это нормальное дело, которое непонятно тем, кто не был в такой ситуации. Мы, наверное, тоже не до конца понимаем всю значимость той работы, которую он делает. И третий проект, который тоже вроде отдельно и с другой стороны входит человек к человеку – это Центр бесплатной юридической помощи. Что это такое? То есть есть помещение, где сидят юристы профессиональные и сидят добровольцы, студенты, которые учатся на юриста. В этом проекте уже двойная польза. Это не просто кабинет, а межвузовская юридическая клиника вне архипов возглавил направление по работе с молодежью. Организации готовят студентов юридических вузов города по клиническому юридическому образованию, посредством получения которого оказывают бесплатную правовую помощь социально незащищенным гражданам. Ежемесячно правовые консультации получают около 200 человек. Александру Архипову удалось вывести межвузовскую клинику на новый этап развития. Увеличилось количество студентов, которые приходят на практику. Люди, у которых нет средств обратиться за помощью к специалистам, знают, что могут прийти сюда и получить помощь абсолютно бесплатно. Самые сложные вопросы архипов курируют лично, привлекая к проблеме внимания общественности и власти. В дополнение ко всему этому, для практикантов регулярно проводятся семинары по правовому просвещению в образовательных учреждениях города. У юристов здесь есть возможность получить бесценный опыт. Буквально вот сегодня была консультация, значит, по вопросу, то есть наследственные вопросы. И в конце огромная благодарность была за разъяснение, за поддержку. Они работают за спасибо и этим гордятся. Для волонтеров это больше, чем слово еще один проект Архипова «Помощь пожилым». Команда волонтеров выручает в бытовых вопросах пенсионеров и ветеранов. В марте 2015 года Александр Архипов стал членом молодежного парламента при Думе городского округа Тольятти, в котором вошел в комиссию по социальной политике. Также он вошел в качестве эксперта в рабочую группу департамента образования мэрии города по разработке стратегии патриотического воспитания молодежи. В июне прошлого года наш герой принял участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа ИВЛГ-2015 с проектом помощи бездомным человек человеку и стал победителем. Я получаю удовольствие, в первую очередь, от того, что я занимаюсь тем, чем хотел. То есть это то дело, проект, который приносит людям пользу. Я знаю, что то, что я делаю, приносит людям пользу. За время своей общественной деятельности Александр Архипов привлек на реализацию социальных проектов в городе Тольятти более 1 миллиона рублей из различных внебюджетных источников из других субъектов Российской Федерации. Весомый вклад в развитие экономики Автограда и в решение социальных проблем. Таким образом, проект «Человек человеку» вырос до город-городу. Есть люди, которым это интересно запустить в своем городе. То есть мы готовы и даже более того уже обучаем заинтересованных людей, некоммерческая организация, активистов, которые хотят заниматься в других городах. То есть просто передать свой опыт тем, кому это интересно в других местах. Два года назад он уехал из Москвы. К счастью для Тольятти два года работая здесь на результат. Дела, которые видят, поступки, которые приносят пользу. И то самое спасибо от людей, которые не думали, что кому-то нужны. В 2015 году Александр Архивов принял участие в областной общественной акции «Народное признание» и попал в пятерку лучших. Еще одно подтверждение – он движется в правильном направлении. В конкурсе про меня речь шла, а здесь признание проблемы бездомности есть. Признание необходимости друг другу помогать. Признание того, что мы хотим друг другу помогать. Что мы сплоченный город, сплоченные жители. Он смог объединить вокруг себя разных людей, сплотить их и заставить посмотреть на тех, которых никогда не замечают. Из статуса «невидимые люди» он их перевел в другой. Каждый день показывает их миру. Просят обратить внимание не для галочки, ради себя. Чтобы понимать, человек человеку нужен всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова